Привет, друг! С тобой Глебовский. Давно не виделись на моем канале. В данном видео я хочу рассказать кое-что о уже уходящем 2021 году, что он для меня значит, и упомянуть насчет 2022 года путем новогоднего обращения. Но обо всем по порядку. Давайте присоединяем к делу. Субтитры создавал DimaTorzok учебного года. Между ними у меня были летние каникулы, я за летние каникулы тоже успел много чего сделать. Это я то, что по памяти сейчас беру. То есть год был насыщенный, поэтому много я сейчас, может, не вспомню. Поэтому нужно вспоминать. Но так, в принципе, это то, что я могу сказать вкратце по поводу этого года. Но это я рассказал с точки зрения того, что было за мою жизнь. Потому что есть, допустим, тот же канал Глебовский. И надо отметить важную вещь, что в этом году мой канал теперь вот на ютубе. Можно сказать, мой условный канал, он существовал во ВКонтакте. Но это не был канал как таковый. Я чисто выкладывал себе на странице видео. Те, кто смотрит меня с прошлого года. А те, кто нет, я повторяю вам. Я до этого вел еще в прошлом году во ВКонтакте. Так как только в этом году, в начале этого года, я уже начал осваивать ютуб. Это полезный действительно для меня опыт. Я думаю, в следующем году будет так же по делу. Так же все будет интересно, разнообразно, что появятся еще какие-то блоги. Может быть, даже буду снимать не один, а вместе с кем-то. У меня уже есть один претендент. Катя, привет. Если смотришь, что могу сказать еще по поводу этого года. С точки зрения жизненного опыта, я, например, научился более терпимо относиться к жизненным преградам, более оптимистично смотреть на вещи. Я бы мог рассказать более конкретно, но это долгая история. Но так в целом это выражается именно вот в таком отношении к жизни. Более простой подход к определенным вещам, что нечего усложнять там, где не надо усложнять. Ну, вот так далее. Этот год оставил после себя немало впечатлений. Для каждого из нас он выдался по-своему, по-своему разнообразным. Каждый себе ответит сам, какой он. Лично для меня, как я уже упоминал ранее, этот год выдался разнообразным. Но и скажу сейчас, что он выдался просто интересным и классным. И это того и стоило, чтобы этот год прожить. Он оказался насыщенным. И упомянуть вкратце все эти события будет довольно проблематично. Но с точки зрения канала стоит сказать, что в этом году мое увлечение развилось не только в плане блога, но и в плане качества, в плане моей подачи. Например, я стал более увереннее подавать информацию. Я честно скажу, у меня тут сценарий, но этот сценарий тезисный. Я стараюсь говорить все же самое, выражать свои мысли. А это просто как небольшая опора, чтобы я понял, о чем говорить. Я могу говорить не в попад и так далее, но я стараюсь говорить, чтобы вы понимали меня, да, грубо говоря. Я и стараюсь над этим, я и как бы еще развиваюсь в этом плане, и хочу развиваться дальше. Я изначально планировал сделать вставку в этом видео сюжетную про Готлиба. Но знаете, я так подумал. Сюжетные вставки прикольно, но те, кто помнит меня еще в ВКонтакте, помнят, что там такой сюжетный замес был, что меня там Готлиб боролся с Билтогером, который хотел его перенести на сторону Токтика, или же аналог ТикТока, да. Ведь он из параллельного мира, Готлиб, да, и его враг Вилтогер. Я думал о тем, чтобы продолжить сюжетку. Честно сказать, я решил как бы перестать сюжетку развивать. Я не вижу смысла в истории Готлиба. Может, он вернется, но посмотрим. Это все равно, это как бы опыт. Я экспериментирую с разными рода жанрами, форматом видео. То есть я, еще раз говорю, я учусь. Учусь быть блогером, как и разными вещами, потому что мне, в первую очередь, это интересно. Я что хотел сказать, к чему это? Я, дело в том, что со следующего года я рассматриваю возможность вести свой канал, наверное, на ТикТоке. Вот, но может быть не сам канал, то есть не переход там с Ютуба на ТикТок, потому что я хочу еще на Ютубе побывать, да. ТикТок, наверное, использую больше как рекламную платформу, то есть я буду показывать вкратце. Что за видео, то есть как бы рекламировать свой канал, грубо говоря, через ТикТок. А может быть даже и вести там какие-то краткие видео. Но посмотрим. Это пока только мысль. Кстати, на всякий случай, говорю, если слышен со стороны звуки, не обращать внимания. У меня, конечно, дома не очень со звукоизоляцией просто тут рабочие вопросы. Я тут живу не один. В общем, да, не обращать внимания на звуки. Я стараюсь быть максимально тихим в плане внешней обстановки. Ладно, не буду долго томить. Что ж, давайте перейдем к новогоднему обращению. Ну что ж, ребята, вот и подходит к концу 2021 год. Для каждого, как я говорил, уже выдался по-разному. Для кого-то он выдался активным, для кого-то он выдался волнительным, для кого-то радостным. Каждый отойдет себе сам. Как, скажем, это 2021 год. Лично для меня, как я уже ранее как говорил, этот год вышел весьма-таки разнообразным. Даже более разнообразный, чем в предыдущий год, если о нем говорить. Что ж, я хотел бы пожелать еще, чтобы... Вообще, спасибо. Я желаю всем грядущим в 2022 году, чтобы кошки не отвлекали кабинетов, чтобы ничто вас сильно не отвлекало, чтобы вы шли уверены по жизни, чтобы как можно чаще беды обходили вас стороной, чтобы, в принципе, все у вас складывалось и получалось. Чтобы ваши мечты, задумки реализовались в следующем году, и чтобы, вне зависимости от пандемии, вам удалось хотя бы нерваться, как-то пересечься. Не важно, ведь не скромно. Ведь все равно, как бы, ковид существует еще и прогрессирует, несмотря на спады и так далее. Но все равно, как бы, возможность всегда какая-то попытает встретиться. Сейчас, конечно, не 2020, но как бы все равно, как бы, в мире, вирус еще не спадает до конца. Но все еще бушует, надо быть осторожным. Ладно, что там о вирусах. Я, в принципе, желаю всем благ. Я, конечно, не готовлю речь, я просто говорю как есть. Я желаю всем благ. Пусть все будет у вас хорошо. И вообще, ну что там говорить, я уже все сказал. С новым 2021 годом, ребята. Ура. Ура. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok